Северная, южная, западная и восточная. Идеальные комнатные растения для каждого окна. Комнатные растения могут лучше чувствовать себя на одном окне, а на другом начнут плохо расти и даже болеть. Так происходит, потому что у каждого вазона есть свои прихоти относительно количества света и температуры. Если у вас в квартире окна выходят только на одну или две стороны, следует в соответствии с этим выбирать себе зеленых друзей. Какие растения куда поставить, пишет телеграм-канал Квити и Раслини. Северное окно. Сюда попадает очень мало солнечных лучей, поэтому здесь всегда достаточно пасмурно. В северных окнах должна быть достаточная теплоизоляция и двойная рама. Они необходимы для ограничения резких перепадов температуры в течение суток. Комнатные растения для северного окна. Аглоонема, Антуриум, Адиантум, Аспарагус серповидный, Асплениум луковичный, Аспидистра, Блехнум, Венерина мухоловка, Давалия, Драцена душистая, Кливия, Мельтония, Пафиопедилум, Плющ, Пелея, Селогенела, Сциндапсус, Фитония, Фикус карликовый, Циртомиум, Цикламен персидский, Эписция, Цисус. Если есть балкон, выходящий на северную сторону, то это место просто отлично подходит для большинства домашних растений летом. На нем будут цвести петунии и пеларгонии, можно выставить туда финиковую пальму и антуриумы. Южное окно Южные окна получают огромное количество солнечного света. Вам придется предусмотреть шторки и почаще проветривать, так как ваши любимца могут получить солнечный ожог, а слишком сухой воздух способствует размножению вредителей. Также от слишком сухого воздуха. Листья у растений начинают опадать. Надо купить опрыскиватель, чтобы поддерживать необходимую влажность воздуха. Комнатные растения для южного окна. Абутилон, ананас, авокадо, белоперрония, банан, бугенвилия, бругмансия, гемантус, глориоза, гибискус, домашняя роза, жасмин, кактусы. Катарантус, пахистахис, пассифлора голубая, паслен, ситкриазия, суккуленты, стрелиция, тунбергия, финик, фикус бенджамина, ха. Западное окно. В западных комнатах легко поддерживать умеренную температуру в течение суток. Особое внимание следует обратить на теплоизоляцию оконных рам и естественную вентиляцию комнат, если в них не открываются окна, так как чаще всего дуют именно ветры западных направлений. Комнатные растения для западного окна. Аламанда, Акалифа, Брунфельса, Фриезия, Гусмания, Гривелея, Дендробиум, Жакаранда, Котлея, Кокос, Кодиеум, Кармона мелколистная, Крестовник, Мондивила, Монстера. Мединила, Неоригелия, Анцидиум, Адантоглосум, Панданус, Полициаз, Рио, Саговник, Синполия, Свинчатка, Спатифилум, Спармания, Стефанотис, Опунция, Фикус, Каучуконосный, Фаленопсис, Фуксия, Шефлера. Восточное окно Восточной стороной условно называют комнаты, в окнах которых прямые солнечные лучи попадают только утром. Это очень мягкий, наиболее благоприятный для растений свет. В южных районах, на окнах, выходящих на северо-восток, хорошо растут многие комнатные растения, а в северных районах, комнатные цветы, лучше поставить, на юго-восточные окна. Единственный недостаток восточной комнаты, в ней очень быстро меняется температура. Комнатные растения для восточного окна, Алаказия, Аспарагус, Араукария, Азалия, Ахименис, Афиляндра, Бегония, Гордения, Драцена, Дефенбахия, Замиакулькас, Имбирь, Калладиум, Клеродендрум, Калатея, Кипарис, Колумнея, Крассандра. Кофейное дерево, Маранта, Нефролепис, Непентис, Раицисус, Пуансетия, Толма, Сингониум, Фатсия, Фикус, Бенендика, Фикус, Вишневидный, Филодендрон, Фацхедера, Хавея, Йохмеус, Эсхинантус. Раньше мы писали, как подкармливать комнатные растения корицей. Кроме того, читайте, чем подкормить орхидеи, чтобы они пышно росли и часто цвели.